Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Тарас Степаненко. Сегодня мы будем говорить о работе региональных парламентариев. У нас в гостях заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Курской областной думы Виктор Иванович Солнцев. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый вечер. Перед тем, как мы с вами начнем разговор, хочу напомнить телезрителям, мы работаем в прямом эфире, а значит вы можете звонить на телефон прямого эфира 703515 или же пишите на сайт в рубрику онлайн, наш сайт seymunfo.ru, пишите, звоните, а мы в силу своих возможностей постараемся ответить. Виктор Иванович, хотелось бы основную часть нашего сегодняшнего разговора посвятить главному финансовому закону Курской области, бюджету на прошлой неделе. Парламентарии его рассмотрели во втором окончательном чтении, но был один нюанс, возвращались и к первому чтению. Вот для начала расскажите, зачем это было сделано и в чем, собственно, важность такого шага? Значит, да, мы, когда принимали бюджет в первом чтении, то тогда были отмечены доходы нашего бюджета 46,3 миллиарда рублей, расходы 49,5 миллиарда рублей, вот, и за 10 дней до рассмотрения первого, второго чтения между первым и вторым чтением, значит, работа администрации Курской области позволила и лично губернатора Александра Николаевича Михайлова с нашими, с основными налогоплательщиками, это Михайловским ГОКом, вот, добавить в наш бюджет почти 3 миллиарда наших налогов-неналоговых поступлений. Это в основном надо отметить налог на прибыли предприятия, плюс мы, когда принимали бюджет в первом чтении, мы приняли налог, закон о налоге на имущество, движимое имущество, которое с 2013 года, ставка 1.1, она позволяет бюджет привлечь более 400 миллионов рублей, и все это общей сумме дало дополнительно наших поступлений 3 миллиарда рублей, плюс, ну, около 2 миллиарда 900 с лишним миллионов рублей, плюс были выделены дополнительные субвенции, субсидии и дотации из федерального бюджета чуть больше 3 миллиарда рублей. Общей сложности это и дало, что 6 миллиардов нам пришлось вернуться в первое чтение, и доходы наши возросли сразу же на 49,3 миллиарда рублей. Возросли на 6 миллиарда? Направленный, потому что 64% идёт расхода на социальные нужды. Про социалку мы ещё поговорим, но прекрасно знаем, что работа над бюджетом, это не только работа во время пленарного заседания, это работа в комитетах и работа в парламентских фракциях. Расскажите, как тот бюджет, который рассматривали депутаты, восприняли политические силы непосредственно внутри областной думы? Да, потому что этот бюджет мы начали ещё рассматривать, работа вышла и до принятия в первом чтении, потом, когда приняли в первом чтении, за принятие в первом чтении у нас голосовала только одна «Единая Россия», не голосовали, противоголосовали и коммунисты, и ЛДПР. Когда мы работали и принимали бюджет во втором чтении, надо отдать должное, что коммунисты поддержали этот бюджет, потому что на самом деле бюджет очень хороший, из 40 присутствующих депутатов на заседании областной думы, 36 депутатов проголосовали за бюджет, и только фракция ЛДПР проголосовала против. Ну, здесь надо отметить, что фракция ЛДПР ни разу за бюджет не голосовала. А как-то они мотивируют свои решения? А, вот, они ничем не мотивируют. Вот выступая, ну, руководитель фракции выступал Владимир Валерьевич Фёдоров, вот. Он опять, он выступал в первом чтении, вроде его даже, хотя он своих предложений ни разу не давал. Письменно, когда вот депутаты, то есть комитеты готовят и дают предложение ко второму чтению, от этой фракции ничего не поступало. А вот он, выступая на заседании думы, он предлагал, чтобы Курску дали денег, всё было учтено, и Курску выделили были деньги. Но теперь он сказал, нет, мал бюджет, надо ещё 10 миллиардов ему. Ну, я думаю, и дали бы... А, эти 10 миллиардов? Нет, ну, если бы ему дали, я думаю, чтобы и дали бы, мы бы нашли ещё 10, всё равно бы фракция ЛДПР не голосовала бы за бюджет. Но, я так понимаю, не принимать бюджет нельзя? Ну, если не принимаешь бюджет, значит, практически как работать год. То есть, это не выплаты зарплаты, ничего, это останавливается вся работа. Притом, после принятия нашего областного бюджета, сейчас все наши муниципальные районы, города, посёлки, они принимают теперь свои бюджеты, потому что им же тоже надо работать. То есть, здесь в нашем бюджете областном предусмотрены и субвенции, и субсидии, и трансферы на сбалансирование бюджетов. Всё идёт отсюда. То есть, не принимать бюджет нельзя. Тем более, когда он социально направленный, Вы уже об этом сказали. Подробнее, по цифрам, по отраслям, куда же пойдёт основная масса средств бюджета? Ну, вот здесь надо сказать, что я уже сказал, что это 64, это 33,5 миллиарда рублей идёт на социальные нужды наших жителей города, нашей Курской области. Если посмотреть, то самая, конечно, большая часть – это наша социальная политика. Это 14 миллиардов 885 миллионов рублей идёт на социальную политику. Это здесь и поддержка наших ветеранов, это большая такая область. Вторая стоит у нас – это, конечно, образование. На её у нас уходит 13 миллиардов 104 миллиона рублей. Ну, мы знаем, это школы, это детские сады. Плюс следующее – здравоохранение, на которое больше 4 миллиарда рублей. Дальше культура – 858,5 миллиона рублей. Ну, плюс физкультура ещё порядка 550 миллионов. Ну, и там, вот основная наша программа, на которую у нас с вами уходят эти деньги. Да, ну и, конечно же, это и строительство социальных объектов. Да, а здесь же, если взять образование, там же и строительство школ новых, там же и строительство детских садов сюда входит. Это, вот. Если взять здравоохранение, это туда же войдёт. И мы планируем в двух посёлках построить акушерские пункты новые. Плюс, допустим, это из нашего бюджета областного, это строительство даже экологического центра. Плюс там и поликлиники ремонт, и капитальная реконструкция. И закупка оборудования, вот мы приняли для нашей областной больницы на 174 миллиона приобрести новое оборудование. То есть, всё это, всё входит как раз в эти социальные вопросы. Ну, к наполняемости бюджета, всё-таки бюджет, невозможно хороший бюджет представить без развивающейся экономики. Да. Нужные средства на поддержку промышленных предприятий, новых предприятий, инвесторов. А как будет в 2018 году проводиться эта работа? И учтено ли это в том бюджете? В бюджете, да. Ну, здесь надо отметить, что здесь мы предусматриваем это и в своём бюджете. Плюс, конечно, на агропромышленный комплекс, это большие субсидии выделяет и федерация. Она выделяет 2,8 миллиарда рублей для сельского хозяйства. Это для курских аграрий? Да, для курских аграрий, именно для курских. Плюс, допустим, на развитие малого и среднего предпринимательства в наши бюджеты предусмотрено 67,5 миллионов рублей. То есть, основная часть, конечно, из нашего бюджета, но и 36, чуть больше миллионов предусмотрено в федерации. Плюс, впервые 18,5 миллионов мы для предприятий наших, есть программа разработанная, впервые мы поддерживаем обрабатывающую отрасль, будем рассматривать. То есть, благодаря всему этому, конечно, эти деньги, конечно, огромные деньги у нас, мы считаем, экономика – это дорожный фонд наш, развитие наших дорог. Вот. Час ведет небольшая, конечно, федерация, но все равно большая часть мы направляем и своих налогов. То есть, все в общей сложности, я считаю, что, конечно, экономика нашего области сегодня зависит уже не только от основных промышленных предприятий, но и хороший агропромышленный комплекс дает уже хорошую прибавку. То есть, сегодня, надо сказать, вот, Александр Николаевич Михайлович часто говорит, что наша область уже не только аграрная, а аграрно-промышленная. И я скажу, что бюджет почти 50 миллиардов, ну, сегодня собственных, вот, кальцентрированный бюджет, это мы, я говорю, впервые за последние годы стартуем с такой хорошего бюджета. Если говорить о поддержке муниципалитетов, что будет здесь в бюджете, как это отражено, какие средства получат вообще, в принципе, города, регионы, ну и, конечно же, областной центр? Значит, ну, здесь надо отметить, что объем межбюджетных трансферов, который в нашем бюджете, он составляет более 15 миллиардов. Эти 15 миллиардов идут на наши местные бюджеты. То есть, это бюджеты городов, бюджетов поселений, бюджеты наших районов, муниципальных районов. Конечно, основная часть это субсидии, это наполномочия, которые выполняют наши районы, это образование, там частично разные, вот. Но, впервые надо отметить, что мы больше миллиарда выделяем дотации на выравнивание бюджетных отношений. И вот, благодаря, что, я уже сказал, мы на дополнительный бюджет поступило почти 3 миллиарда, нам удалось в этом году выделить на уравнивание бюджетов городов почти, а если точно, больше, где-то порядка 647 миллионов рублей. А вообще зачем это делается? Ну, это делается для того, чтобы поддержать сегодня муниципальные наши все, не только сельские там поселения, но и города. Потому что очень много вопросов сегодня и по городу Курску, да и по городу возьмем Железногорску, Курчату, это у нас Щегры, Льгов. И чтобы решать, им помочь решить разные проблемы, была введена дотация на выравнивание бюджетов именно городских поселений. И вот город Курс, он получит порядка 400 миллионов именно вот поэтому. А куда будет тратить? А тратить это уже они решают, то есть это уже решает каждое муниципальное образование, куда необходимо. Вот же город Железногорск, допустим, больше 95 миллионов получит. Более 36 миллионов город Курчатов. То есть они уже включают эти деньги в свой бюджет и они распределяют эти деньги. Плюс, допустим, есть у нас областные программы финансирования, по которым дополнительно получает тоже каждый город. Вот, допустим, если взять Курск, я уже сказал, то, допустим, на выкуп школы он получит из областного бюджета уже заложено 400 миллионов рублей, плюс будет федеральные деньги. Вы имеете в виду выкуп школы на проспекте Дереглазово? Дереглазово, да. Мы закладываем уже областные деньги, заложенные городу, 400 миллионов, плюс будут федеральные деньги. То есть он получит, ну мы рассчитываем, наверное, порядка 600 миллионов, а может и больше получит на выкуп школы. Плюс по дорожному фонду он получит 240 миллионов, город-курс на ремонт, строительство новых дорог. Это дополнительно по, вот. То есть есть еще программы там обеспечения жильем наших детей. Вот, плюс есть программа, сегодня администрация области подписала соглашение по реконструкции тепловых сетей Курска. Это программа, которая обслуживает квадро, вот с ней на три года по 67 миллионов, то есть 170 миллионов. То есть есть еще, то есть если по городу Курск, то мы планируем, если посмотреть по всем отраслям, то город Курск может получить дополнительно, ну порядка полтора миллиарда рублей. Очень солидная сумма. Да, очень солидная сумма, которая позволяет дальше городу Курску развиваться, жить и вот. А также на заседании был принят закон, который регулирует отчисление сельским поселением. Вот подробнее об этом. Зачем это и что он даст сельским поселениям? Значит, ну у нас сегодня есть, ну 131 закон, мы все хорошо знаем, исполнение своих полномочий. Сегодня поселение, они обязаны исполнять им 8 полномочий. Некоторые передали районам, некоторые не передали. Что это за полномочия? Ну это полномочия, допустим, вот в сельских поселениях. Ну, допустим, обеспечение водой. Теплом там, вот. Есть полномочия, которые, допустим, похоронное дело. Это их полномочия непосредственно. Там благоустройство. Ну и вот есть полномочия, которые должны выполняться, и они выполняют. Они, некоторые районы помогают выполнять, некоторые, ну из того, что в бюджете не хватало. Мы, значит, рассмотрели этот вопрос, и был принят закон. Вот, мы, если раньше поселения получали только 30% единого сельскохозяйственного налога, то согласно бюджетному кодексу, мы на Думе приняли закон Курской области, который теперь позволяет дополнительно еще 20% сельскохозяйственного налога выделять поселениям. Теперь они будут получать 50% сельскохозяйственного налога и будут каждое поселение. Вы считаете, это действенная мера? Да, мы считаем, что это действенная мера, которая позволит им решить свои проблемы. Ну вот сейчас мы посчитаем, сейчас комитет финансов Курской области сейчас этим занимается, посмотрим, мы где-то в январе, в конце января посмотрим, сколько каждому поселению поступит денег, и будем от этого смотреть. Но это лучше, когда, допустим, непосредственно каждому поселению условно давали там 10 тысяч рублей. То есть здесь они заинтересованы в сборе, чтобы сельскохозяйственного, раз у них есть процент ставка, то есть чем больше сельскохозяйственного налога, тем лучше для каждого поселения. То есть здесь они тоже заинтересованы, чтобы в каждом поселении развивалось сельское хозяйство. Другой вопрос заседания, это Дорожный фонд, депутаты утвердили новый источник пополнения этого фонда, подробнее об этом расскажите. Много ли вообще средств это решение даст Курским дорогам? Значит, мы тоже Дорожный фонд рассмотрели, и тоже возвращаясь в первое чтение. Почему? Потому что у нас, когда мы в первом чтении рассматривали Дорожный фонд, то его, он составлял где-то порядка, ну, будем говорить, к уровню этого года меньше, порядка 700 миллионов рублей. Почему мы пришли, был принят, администрация Курской области, губернатор вышел законным, новым законом, потому что в других регионах уже такой закон есть. Мы сделали поправку в закон по Дорожному фонду, в статье 2, в статье 2, вот параграф 2 по Дорожному фонде, где теперь 15% налога на имущество будет зачисляться в доход Дорожного фонда. Это позволит собрать где-то порядка 600 миллионов, дополнительно направить Дорожный фонд. И на следующий год у нас, ну, будем говорить, Дорожный фонд, он порядка 5 миллиардов, как мы и в этом году планируем, он будет составлять. Это позволит здесь поддержать, где-то порядка миллиарда будет направлено на дороги местного значения, то есть муниципальной дороги. Это как городов, вот я говорил, приварил пример, как городу Курску, вот 240 миллионов, так другим городам, плюс муниципальным районам. Ну, а большая часть, конечно, пойдет на содержание дорог, это наших областных дорог, плюс строительство новых дорог, то есть у нас, ну, дороги, да, он где-то, конечно, выше в других регионах, но вот последние годы нам позволяет вот этот Дорожный фонд содержать наши дороги Курской области в хорошем состоянии. Я так понимаю, 5 миллиардов – это тоже немаленький размер? Конечно, это немаленький, но, допустим, вот, как соседи, те вообще-то приняли, говорят, на следующих, вот, 14 миллиардов белгородцы, то есть, ну, все зависит от того, сколько, как мы живем. И, наверное, последний вопрос в рамках нашего эфира. Депутаты рассмотрели еще и вопрос, касающийся игорного бизнеса. Повысили налоги. Вот подробнее расскажите об этом, потому что многие считают, что, как таковой, игорный бизнес запрещен. Что же разрешено и как повысили налоги? Ну, игорный, значит, игорный, по повышению ставок игорного бизнеса, мы говорили, депутаты говорили давно уже, и в прошлом году, и в январе, когда мы проводили слушание этого года, тоже называли. Да, игорный бизнес, он сегодня, это не тот игорный бизнес, который иногда думает, что это вот автоматы, как раньше. Там на руки бандиты. Да, да, их сегодня не запрещены законом, их нет. Игорный бизнес, это вот сегодня те букминерские конторы, которые принимают там ставки, вот. И вот в Курской области у нас, к сожалению, по этому налогу, ну, немного дохода, к сожалению, может, а может, к счастью. Почему? Потому что меньше людей играет и проигрывает свои деньги. Вот. Именно федеральный закон был принят в конце декабря месяца, 354-й закон, да, 354-й закон, 27-го, 11-го. И он позволил нам, Курской области, ну, и другим регионам сегодня, увеличить ставки, вот эти ставки наших бандитских контор в два раза. То есть, если раньше там на одну ставку приходило, допустим, 125 рублей, 125 тысяч в год, то теперь она стала 250 тысяч в год. Если на один, ну, будем на одну, правильно, если сказать, сейчас я вам скажу, за один пункт приема ставок тотализатора было 7 тысяч рублей в год, теперь стало 14 тысяч. Всего этого позволит дополнительно привлечь 3 миллиона 24 тысячи рублей. Да, сумма, может, она небольшая, надо сказать, но она все равно существенная прибавка. Если правильно распорядиться, мы на эту сумму можно что-то полезное сделать для жителей Курской области. Спасибо за этот разговор. Время нашего эфира уже подходит к концу. Будем надеяться, что еще не раз поговорим об эфире. Об исполнении бюджета, да. Об эфире, об исполнении бюджета. А вам спасибо большое, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо всем жителям Курской области, спасибо. И учитывая, что я, наверное, уже перед Новым годом не буду, хочу всех жителей Курской области поздравить с наступающим Новым годом, здоровья, счастья. Я думаю, что вместе мы будем делать для того, чтобы нам, курянам, жилось лучше в Курской области. Спасибо вам большое за эти слова. Да, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и оставайтесь на телеканале СЕМ. До свидания.